Всем привет дорогие друзья, с вами Йорныч, сегодня играем на основе, в общем, короче, что могу сказать, началась экспедиция, с утреца залетел, давайте все покажу и расскажу, какой у меня здесь план. В общем, мы гильдии не решили идти в рейтинг, потому что игроков не так уж и много, мега топовых прокачанных, мы такие хорошие среднячки, поэтому чисто забрать награды, чисто пофаниться, ну и я буду здесь тоже тестировать команды, мне просто будет интересно. В общем, я в начале ставил кого, это был Айнс, Альбеда, Мерлин, Эцо и Айна, сейчас я потихонечку их сместил вниз и заменяю также команду ловкачами, ну и постепенно буду потом добавлять всяких раку, там дрезов и так далее, потому что они нужны будут на финальном боссе. Я буду идти как раз таки по мете, чтобы начиная с третьей команды копить мясо на убийство босса и посмотрю сколько я нанесу урона на своем основном аккаунте. В общем, эта тактика сработала, я прирост получил, сейчас подкапливаю мясо, захватываю деревушки только третьего уровня и захватываю их сначала прям вообще без проблем. Ну и ловкачей сейчас докачивается уже три есть реликвии, скоро будет уже четвертая и так далее и развитие пойдет. В общем, в принципе, зрители есть, зрители добавляют прирост мяса, все хорошо. И что еще сегодня мы с вами будем делать? Мы будем собирать перерожденную талену, да, я так решил. Я решил не копить дальше вот эти наши замечательные эмблемы времени, потому что талена мне пригодится и в принципе герой крутой. Ну, я не могу сказать, что эзиш перерожденный какой-то хуже, он тоже нужен, ну и талена тоже нужна, тем более на талену у меня одна копия есть и в принципе это уже такой небольшой жирный плюс. Ну и давайте посмотрим, насколько моя удача хороша, потому что, ну потому что, потому что, тем более у нас недавно прошло обновление, там может быть что-то поправили. И я надеюсь, что шанс будет в мою пользу, 2% будет срабатывать часто. 360 вот этих вот временных карт. Погнали! Первые 10, тут нихрена не падает. Вторые 10 тоже. Ну смотрите, оптимизация на нормальном уровне, теперь хоть более-менее нормально это все грузится. Ну, короче, и вот только первая-первая копия падает. Ну это жесть, это жесть. 280, друзья, было 360, и мы только вытащили одну копию, я немножко в шоке. Лучше, конечно, анимацию не ждать, потому что эта анимация, она влагающая какая-то, и, короче, мне она не нравится особо. Ну давайте посмотрим, а она даже не анимирует. Будет сейчас, да, будет герой, то есть у меня уже герой прокачан на Легенду Плюс. И от этого меня печалит больше всего, потому что копии-то немного падают. Сундуки, фиолетовые карты. Да. Хотя кто-то из ребят пишут, что уже собрали этого героя на Белого, чисто по рандому, крутили, вытаскивали. 180, 180, друзья. Да. Капец. У меня даже нету, нету даже, чтобы ее собрать на мифик. Прикиньте, а еще только... Три копии. Ну здесь будет, да, вот она упала. Капец. Ну да, веселуха. Я не могу вообще. Так, карта фиолетовая, видим ее опять снова падает. Да, спасибо большое. У нас еще осталось 110. И надо, получается, еще одну копию, чтобы она стала мифической. Ну это дичь, вообще. Ну только скупать, если по 500 кристаллов. Просто тупо скупать эти карты, и может быть там ее когда-нибудь мы соберем. Потому что нигде же больше не дают, по факту-то, эти карты. Они в ивенты не особо их хотят засовывать. Ну вот оно. Две причем упало. То есть это был дабл. Ну, такой исторический дабл надо сфотографировать, друзья. Конечно же. Я хренею. Что толку копил? Ну реально, ну, камон. Вообще падает хреново. Что, упало что ли? Нет. Карты падают, карты падают. Шанс на карты, конечно, тут тоже такой, достаточно маленький. Ну, типа 4 по 0,8. Это гораздо больше шанс выпадения, чем она 1,2%. То есть еще две копии, и она, получается, уже будет мифической. Напоминаю, это мой основной аккаунт на глобальном серваке, и от этого меня больше всего печалит. Что у меня тут вообще в целом по героям? В общем, тут надо докачивать скаблет на одну звезду и бомбить ее на максималке. Уокер, полупокер так и не хочет падать, чтобы его дособрать и уже закрыть эту тему. А так тут все герои есть. В громилах нужна еще тали, теску, гранит. Но тали-то я с горем пополам докачаю, еще две копии осталось. А вот на теску и на гранита копии вообще не падают. В лесниках все хорошо, нету только ульмуса, а по факту все остальные герои есть. Ну и многие докачиваются по звездам. В могилах, в могилах Трызнора я прокачал. Новенького пока саппорта не качал. Хотя на тестовом серваке я его прокачал, друзья, вот так вот. Ну и в небесных, то есть если бы хотя бы я ее собрал до мифика плюс, было бы круто. А так вообще все печально. А талии нужна одна звезда. Альни даже если одна звезда будет, я ее гравировкой пока качать не буду. Приоритет будет все равно от талия. Также тут нужен зафраэль. Потом вот эта мадам нужна, мараэль, конечно же, конечно же. И в подземных в ближайшее время докачивается заурат. Хазард на биорамке. У меня уже вся мебель на него есть. И на Мегиру тоже вся мебель есть. Нужен и Хазард на мифике. И Мортрос на биорамке. То есть это сейчас приоритет. Это приоритет. И в пространственных скоро берем Баба-Ягу. Как бы Баба-Яга пригодится потом где-то. Всем советую брать. И надеюсь, вы все ресурсы подготовили, друзья. Это все, что касаемо героев и вообще сборки на моем аккаунте. Я, конечно, немножко опечален. Так, ну тут Райна. Тут Корм в громилах. Два Ноки. Это Звезда, это 5 звезд и Гранит. Ну, короче, я реально очень расстроен тем, что мне нападало, друзья. Я, конечно, не ожидал такого дропа. Я думаю, что дроп будет получше. О чем мы вообще говорим? Вот оно, Ноки на 5 звезд. С Криат на 3 звезды. Морл третью звезду получил. Но я его особо не качаю. Вообще, мне этот маг, кстати, не очень нравится. Но он хорош только на максималках. А пока его на максималке докачаешь, там рак на горе свистнет. И давайте сейчас мы все ресурсы откроем. Ну, получали тут. В принципе, эссенция хорошо, потому что у меня сейчас основные проблемы это эссенция. Я поднимаю уровень и тупо жду. Видите, в чем прикол. Опыт-то есть, а эссенции нихрена нет. Короче, скоро, я думаю, сейчас буду сидеть очень плотно качать уровень. Потому что, ну, уровень как бы решает для башен и вообще в целом. Но то, что на глобальном серваке как-то развитие по сборке пространственных... Ой, точнее, небесных и подземных немножко приостановилось. Это, конечно, хреново. Вспоминая слова хорошего игрока Чоса, который сказал, лучше бы я из самого начала за донат, который он вложил в игру, тратил бы на сборку небесных и подземных, друзья. На этом все. Надеюсь, у вас все хорошо. Вы работаете. У вас есть достаток. Вы особо не скучаете. И я думаю, мы прорвемся. Увидимся, друзья. Увидимся. 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 Увидимся.